Юбилейный парад победы перенесен. Памятные мероприятия пройдут в интернете. В ответ на призыв в Рио главы республики Олега Николаева сотни жителей Чувашии вписывают своих героев в электронный бессмертный полк. Для этого необходимо записать видео с воспоминаниями о тех, кто воевал за мирное небо над головой, кто ковал победу в тылу и разместить в социальных сетях под хэштегами «Вместе гордимся» и «Перле Мухтанадпар». Шествие бессмертного полка по социальным сетям обещает стать масштабным. Всего за сутки было опубликовано более ста видеороликов. К акции уже присоединились ученики школ, работники предприятий, преподаватели, врачи, руководители министерств и ведомств. Друзья, хочу поддержать идею Олега Алексеевича и рассказать историю о героях своей семьи. Мой прадедушка Александров Антон Александрович был человеком удивительным и особенным. Он прошел через жернова Первой мировой и Великой Отечественной войны. На фронте он был рядовым за мужество и героизм, проявленный в боях, награжден Орденом Красного Знамени и Медалью за отвагу. Даже после 80 лет мой прадедушка всех удивлял своей силой. Он косил траву, рубил дрова наравне со всеми. Он воспитал четырех дочерей. Одна из них – моя бабушка Катерина Антоновна. Моя бабушка – труженик тыла и относится к числу детей войны. Она вышла замуж за моего деда Елизарова Николая Елизаровича. Мой дедушка тоже был призван на фронт в 44-м году. Он был водителем автоцистерны при аэродромах. Дошел до Польши в 45-м году. Награжден медалью за отвагу. Друзья, только вместе мы сможем сохранить, передавать из поколения в поколение память о героизме и мужестве наших дедов и прадедов. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов напомнил о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Планы поставки продовольствия в фонд обороны ежеквартально перевыполнялись. Только хлеба за военные годы сдали на 7 миллионов пудов. А вот дед Сергей Артамонова в это время защищал родину с оружием в руках. Мой дед Артамонов Георгий Григорьевич родился в 1912 году в селе Сугуты Батревского района. Дед прошел три войны. Советско-японскую, Советско-финскую и Великую Отечественную войну. Воевал с фашистами. Был отличным разведчиком. И Алена Елизарова, и Сергей Артамонов, и тысячи других людей, которым посчастливилось знать лично участников и ветеранов Великой Отечественной, бережно хранят свои воспоминания о них и передают детям и внукам. Сейчас у нас замечательная возможность пополнить копилку народной памяти, вписав дорогие имена в состав Бессмертного полка, марширующего по просторам интернета. Мы гордимся Перле Мухтанатпар.